Закончился второй месяц лета, и подведя итоги, можно сказать, что июль был далеко не самым удачным месяцем для рынка криптовалюты. Речь идет, конечно же, о биткоине, который так и не смог зафиксироваться выше 30 тысяч долларов, а все, что он показал, это около 5% минуса. Таким образом, июль стал вторым убыточным месяцем этого года после мая. Но это не значит, что наступил медвежий тренд, и мы начнем активно падать вниз, как это было в прошлом году. Сейчас условия на крипторынке значительно лучше, приток капитала в крипту растет, инфляция падает, а Пауэлл вообще заявил, что в сентябре они могут закончить свою борьбу с инфляцией и сделать паузу. И очень важную роль в будущем крипты сыграет именно август, потому что в этом месяце нас ожидает очень много интересных событий, которые мы разберем в сегодняшнем видео. Поэтому смотрите его до конца и вы узнаете, почему 31 числа крипта резко упала, как хакеры взломали DeFi протокол на 52 миллиона долларов, почему SEC просит Coinbase удалить все монеты кроме биткоина, как халвинг лайткоина повлияет на его цену, одобрят ли биткоин ETF в этом месяце и что нас ожидает в августе. Перед просмотром в честь начала нового месяца обязательно поставьте лайк, ведь мы готовы снимать для вас ролики каждый день, но нам крайне нужна ваша поддержка. Давайте не будем изменять нашим традициям, а наберем 800 лайков и новые интересные видео сразу же публикуются на канал. Тем, кто поставил лайк, огромное спасибо, всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет дорогие друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Сегодня в видео мы разберем очень много последних новостей, а поскольку начался август, в этом месяце нас ожидает большое количество экономических отчетов, которые напрямую влияют на решение ФРС и в результате на криптовалюту. А чтобы узнать какие важные даты стоит отметить в своем календаре, переходите в наш телеграм-канал, где мы опубликовали для вас пост с самыми важными днями, когда крипта будет показывать активное движение. А также только у нас в телеграм вы сможете найти самые свежие и эксклюзивные новости крипторынка. Ну а первое с чего бы я хотел начать сегодняшнее видео, это с ответом на вопрос, почему в воскресенье на фоне низкой волатильности рынок резко скорректировался вниз и некоторые монеты падали до 5%. Что ж, основной причиной такого резкого снижения стал взлом DeFi протокола под названием Curve. В воскресенье вечером появилась официальная информация в твиттере от самого проекта, где было указано, что они стали жертвой хакерского эксплойта, в результате чего их протокол взломали и вывели более 52 миллионов долларов. Ситуация конечно печальная, ведь как правило хакерские атаки ни к чему хорошему не приводят. Для общего понимания Curve Finance это DeFi протокол на сети Ethereum, который позволяет получать доход благодаря депозитам, как в банке, и также наоборот получать кредитование. Дополнительно на проекте было построено большое количество пулов ликвидности, которые позволяют уменьшать резкую волатильность на рынке. И по факту около 232 пулов продолжают находиться под угрозой. Конечно, больше всех пострадал внутренний токен CRV, который упал на 17%, но из-за угрозы дальнейших взломов и сокращения ликвидности монеты из топ-10 также скорректировались вниз. На данный момент личность хакера конечно же не установили, но зато отследили, где сейчас находится украденная крипта. И как мы видим, около 52 миллионов долларов находятся на вот этих нескольких адресах. Вероятно, в ближайшее время они отправят крипту на миксеры, а потом на сторонние кошельки, чтобы спокойно пользоваться этими монетами в сети. Негативные последствия были и на другие блокчейны, которые работали с языком программирования Cure. Например, пострадала сеть Binance Smart Chain, но благо хакерам удалось украсть только 73 тысячи долларов. Поэтому с данным проектом стоит быть аккуратней. Если у вас были заблокированы деньги в этом DeFi протоколе, лучше их оттуда вывести, пока разработчики не устранят эту проблему. И мы не убедимся в том, что проект полностью безопасный. Хотя после такого масштабного взлома, доверия у пользователей практически не осталось. Также напряжение на рынке подняли громкие заявления SEC в сторону биржи Coinbase. Вчера издание Finance Times опубликовало отчет, в котором было указано, что SEC попросила Coinbase прекратить торговлю всеми криптовалютами, кроме биткоина. Все началось с того, что Генслер объявил войну крипте, подав в суд на Binance и CZ. Это было сделано еще 5 июня. А через один день они выдвинули Coinbase похожее обвинение и заявили, что они должны убрать 13 токенов с платформы, которые, по их мнению, являются ценными бумагами. Но Coinbase ответила, что действия SEC нарушают надлежащую правовую процедуру и представляют собой злоупотребление полномочиями. А глава биржи Брайан Армстронг сказал. Они вернулись к нам и сказали, мы считаем, что любой актив, кроме биткоина, является ценной бумагой. И мы спросили, ну и как вы пришли к такому выводу? На что они ответили, мы не будем вам это объяснять. Вам нужно исключить из списка все активы, кроме биткоина. Да, по факту SEC абсолютно все равно, что недавно они проиграли суд, когда XRP не признали ценной бумагой. И сейчас они продолжают активно судиться с Coinbase, чтобы доказать свою былую мощь. Но работу SEC очень четко прокомментировал юрист Ripple. В твиттере под последним постом Генслера Дитон написал, что он нечестный, закрывал глаза на все схемы кудрявого Сэма и продолжает игнорировать безопасность американских инвесторов. И это правда, Генслер защищать никого не желает, ведь его интересуют только деньги и его должность. Но хоть теперь комментарии Генслера не так сильно влияют на рынок крипты, потому что все к нему привыкли. И в отличие от взломокюров, крипта не упала. Хотя на любом падении рынка также можно зарабатывать, если заранее знать, когда открывать позиции. А это возможно с нашей подпиской Coin22 Pro. Благодаря подписке Pro все участники заранее получили шорт-сделку по монете Оптимизм с самой лучшей точкой входа и уровнем фиксации 30% прибыли. Формат нашей работы очень простой. А для всех новичков и не только, мы предоставляем пошаговое обучение и сопровождение 24 на 7. С подпиской Pro вы всегда будете готовы к движению рынка и сможете зарабатывать даже на падении. Ведь наши специалисты уже на протяжении практически года продолжают предоставлять огромное количество прибыльных сделок. Поэтому если вы до сих пор безуспешно анализируете рынок самостоятельно, не тратьте свое время, а ставьте эту сложную работу профессионалам. Всю подробную информацию вы сможете узнать по ссылке в описании. Так что переходите и уже сегодня сможете получить свою первую прибыль. Поскольку мы разобрали события, которые произошли под конец прошлого месяца, давайте посмотрим, что нас будет ожидать в августе. Во-первых, уже сегодня стартовал запуск хардфорка в сети Эфириум. Конечно, это обновление не такое масштабное, как Слияние или Шанхай, после чего появилась возможность стейкать и выводить Эфир. Но тем не менее, это техническое обновление, необходимое для улучшения блокчейна и для совместимости между основными и тестовыми сетями. Но самое главное, что мы должны заметить после обновления, это небольшое увеличение скорости. Так что для проектов и для тех, кто активно взаимодействует с Эфиром, это будет полезное обновление. И в то же время нас ожидает более глобальное событие для крипторынка, а именно халвинг лайткоина. Ведь уже завтра, 2 августа, в сети лайткоин произойдет халвинг, после которого добыча майнеров и сам блокчейн сократится в два раза. Самое интересное, что перед халвингом данные от Сантимент показывают, как средние киты, которые имеют от 100 до 10 тысяч монет, купили 205 400 лайткоинов, начиная с 14 июня. И такое активное накопление началось в преддверии халвинга. Также, согласно отчету, майнеры лайткоин накапливают свои резервы, добавляя 400 тысяч монет в период с 1 по 28 июля. И сейчас всех интересует вопрос цены лайткоина после халвинга. В данном случае все будет зависеть от общего состояния рынка. Понятно, что после прошлых халвингов начинался медвежий цикл, но сейчас совершенно другое время и другие деньги инвестированы в эту криптовалюту. Вряд ли мы увидим резкое падение. Скорее всего, бочий цикл лайткоина с начала этого года продолжится, как и у биткоина. Также в августе биржа Binance должна вернуться в Японию. На прошлой неделе Сизи заявил, что Binance начнет предлагать полный спектр услуг для японских пользователей уже в августе. И в целом возвращение Binance является хорошей новостью, поскольку многие трейдеры смогут опять торговать на самой надежной и большой бирже в мире, в результате чего повышать торговые объемы. А также Binance продолжает масштабироваться по всему миру, несмотря на судебные иски все, которые были сделаны еще в начале этого лета. Ведь вчера Binance получила лицензию на предоставление крипто услуг в Дубае. Если быть точнее, лицензию получила дочерняя компания Binance FZE. Но особого значения это не имеет. Ведь самое главное, что лицензия позволяет не только предоставлять услуги для розничных и крупных инвесторов, а еще позволяет осуществлять конвертацию фиатных валют в цифровые активы и обратно. Поэтому с таким масштабированием стоит понаблюдать за движением цены BNB. Дополнительно в этом месяце биржа Coinbase должна запустить свой собственный проект второго уровня под названием Base. Данный проект будет работать по принципу полигона или того же оптимизм, ведь за основу они как раз таки взяли программное обеспечение этого блокчейна. И после запуска Base в этом месяце на нем можно будет запускать проекты, приложения или даже отдельные блокчейны, как на сети Ethereum. Также этот проект станет неким мостом между другими блокчейнами, как например Solana. В Coinbase работают хорошие специалисты и наверняка их сеть будет работать отлично, что привлечет внимание многих проектов, а также инвесторов. А если они еще запустят отдельный внутренний токен, его цена может просто улететь в космос. Но учтите, пока никаких монет от Coinbase нет. И будьте внимательны, ведь на рынке много мошенников, которые желают заработать на вашей невнимательности. Но самое важное, что произойдет с криптовалютой в августе, так это возможное одобрение Bitcoin ETF. Ведь после того, как SEC официально приняла в работу большое количество заявок, первое свое решение они должны принять через 45 дней. А это будет приблизительно 12 августа, или скорее всего 14, ведь 12 это суббота. Конечно, 100% гарантии на одобрение никто не дает. Но тем не менее, эксперты и большое количество аналитиков считают, что шансы на одобрение есть, и даже очень большие. Особенно если взять ETF от BlackRock. И все мы прекрасно помним, что было с биткоином, когда Ларри Финг только заикнулся о подаче заявки. В последнее время SEC очень часто упоминает биткоин отдельно от всего рынка крипты, и больше воспринимает его как товар, из-за чего шансы на одобрение только растут. А после 12 числа мы должны получить хоть какое-то первое решение. Поэтому мы обязательно будем держать руку на пульсе, и делиться с вами всеми важными новостями в нашем телеграм, так что не забывайте подписываться. И еще напомню, что вас ожидает календарь экономических событий. Также, чтобы не пропускать наши будущие новые ролики, жмите на колокольчик. В комментариях можете оставить ваше мнение по поводу движения криптовалюты в августе, и увидимся с вами уже в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч.